Добро пожаловать на мой канал! Как вы знаете, мы живем на съемной квартире и у меня нет никакого бьюти столика, у меня вообще нет столика, поэтому я себе в комнате выделила вот такую вот небольшую полочку, как бы место, где я ежедневно делаю макияжи и очень удобно, прям возле окна я крашусь, постоянно от дневного света и мне очень здесь удобно. Здесь оставлю зеркало и вот использую всю свою декоративную косметику, которую я вам сейчас по очереди все покажу. Хорошо, итак, хочу для начала показать, чем я дополняю свой образ, это парфюмы. Вот такой вот мой любимчик от Lanvin Marimi и от Evroche. Не буду произносить, читать, потому что не знаю, как правильно он выговаривается, название. Вообще, вот такие вот парфюмы, парфюм с сердечком. Вот, это мои два любимца, которые также я ежедневно наношу. Вот, также здесь у меня сразу же возле косметички всегда находятся, стоят кисти для ежедневного макияжа. И вот у меня еще, я в поездку брала, кисточки тоже для макияжа от Real Techniques и от Urban Decay. Я с палеток повынимала и положила их в чехольчик, так как, ну, я постоянно привыкла, что у меня кисти в одном месте и косметика в другом месте. И у меня так все организовано, скажем так, и очень удобно. Также мне очень нравится этот чехол тем, что можно его поставить. Вот, затянуть саму вот эту вот штучку. И можно их поставить, и они вот так вот будут стоять. Ну, также можно и свернуть, и они вот так вот лежат. И мне кажется, что так лишний раз они не запыляются. Вот, также вот кисточки. Ну, я вам, наверное, отдельно видео сниму. Какие у меня кисти для повседневных макияжей. В общем, для кого-то может это показаться много, но на самом деле для визажиста и вообще, мне кажется, что у меня еще много кистей каких-то не хватает дополнительно. И все равно буду еще покупать. Итак, вот так вот выглядит сама моя повседневная косметичка. Вы уже, наверное, ее видели, потому что я как-то снимала давно видео, еще на старом канале. Она у меня достаточно давно, уже несколько лет. Это косметичка от Ивраше. Мне прислали ее в подарок при покупке в каких-то там уходовых средствах. И вот мне прислали эту косметичку. Она очень качественная, с хорошего материала. И мне нравится, что у нее и замочек легко ходит. То есть, уже сколько лет ее очень удобно открывать, закрывать. То есть, не предоставляет никакого труда. И легко она стирается, потому что она у меня очень быстро пачкается от косметики. И ее очень легко смыть с нее. Тоналки, даже тушью, еще чем-то я вымазывала. Даже красной помадой я ее выпачкивала. Но она легко отстирывается. То есть, материал такой, знаете, он водонепроницаемый, кажется. Вот, очень мне нравится эта косметичка, качественная. И красиво, такого нежно-розового цвета, который я очень люблю. Те, кто меня давно смотрит, знают, что мой самый любимый цвет этого розовый. Вот, итак, давайте я вам по очереди покажу, что же в моей косметичке. Здесь находится, скажем так, много всего. Ну, для кого-то это будет много, но как для бьюти-блогера и визажиста, мне кажется, это очень мало. Здесь я собрала, скажем так, ту косметику, которую я действительно использую, которую я очень люблю. То, что я ежедневно использую, свои любимчики и ничего лишнего. Все, что лишнее, я убрала, чтобы мне здесь, скажем так, под руками ничего не путалось. Так что, сейчас я вам по очереди буду доставать и показывать. Первое, с чего я начну, это тональное средство от Ивроше. Zero Defect Default. Ну, это на французском написано, скорее всего. В общем, ноль недостатков. Тональное средство. Я думаю, что в моих макияжах вы его уже сотню раз видели. Я его уже не первый раз покупаю. У меня это уже не первый флакончик. И это второй или третий. В общем, я и в прошлом году пользовалась этим тональным средством. В этом году и очень мне нравится. Так, следующее. Так, это потом покажу. Здесь у меня хранятся. В общем, потом достану. Вообще, мне эта косметичка очень нравится тем, что она достаточно практичная. И в нее, помимо косметики, можно еще положить, например, кисти. Или же парфюм положить и все упаковать. И взять с собой куда-то в поездку, в дорогу. В общем, и здесь будет все самое необходимое в одной косметичке. Поэтому я очень люблю за то, что она такая вместительная. Вот. Итак, давайте я вам по порядку покажу, что же у меня здесь находится. И первое. Это вот такие вот тени от Илье. Под номером Т22. Я думаю, что многие их знают. И вообще, тени от Илье одни из самых лучших. Я очень люблю с ними работать. И практически все макияжи я делаю, ну, как бы профессиональные делаю с ними. Они очень хорошо тушуются. Достаточно хорошо, очень пигментированные. Передают на 100% цвет. И, в общем, стойкие. Практически не осыпаются. И вот эта вот палетка именно цветов. Здесь 5 цветов, 5 оттенков. Под номером Т22. Ее используют как для макияжа глаз. Точно так же для бровей. Для прорисовки бровей. Я вот этот вот цвет очень часто использую. Смешиваю вот этот и вот этот вот. И также вот этим вот цветом подтушевываю по краям, под бровью, по краям. Чтобы, ну, как бы высветлить зоны. И вообще, это очень классная палетка для дневных и вечерних макияжев. Это матовые оттенки, как можете видеть. И они очень хорошо пигментированные. В общем, обожаю эту палетку для дневного макияжа. Вообще, супер палетка. И вообще, тени от Альея я очень-очень сильно люблю. Так, дальше. Здесь у меня находятся 3 палетки от Urban Decay. И, как вы можете знать, я вот недавно купила третью. Уже собрала, ну, практически всю коллекцию. Там еще для смоки и для дневных макияжей в басике. Или как она называлась. В общем, ну, я думаю, что пока что они мне не нужны. Так как у меня для дневных макияжей есть от Альея. И у меня вообще, я от нее в восторге. Поэтому такие оттенки нюдовые, натуральные, ну, как бы у меня уже есть. И я решила, что они мне не нужны. А вот эти вот палетки, где много разных цветов. Сейчас я вам их все достану. Я покажу. Итак, это первая палетка. Вот так вот она выглядит. Такие вот у нее оттенки. Я ее больше всех, наверное, люблю. Потому что здесь, ну, как бы, есть все те цвета, которые мне необходимы для повседневного макияжа. Здесь есть и матовые, и шиммерные. Вот здесь есть и сиреневые, и коричневые, и розовенькие светлые, и черные. В общем, здесь такие, знаете, самые часто используемые цвета. Поэтому я ее больше всех люблю. Также вот третья палетка. Давайте я вам по очереди покажу. Вот вторая. Они все очень отличаются, потому что оттенки разные. Здесь вот серый больше. Также вот сиреневый. Здесь золотистый красивый. И вот сиреневые оттенки мне очень нравятся. Вот этот часто я использую для растушевки. И, как можете видеть, вот этот вот обычный, ой, нюдовый такой оттенок, натуральный, я очень часто использую под бровь или же, ну, как бы, растушевать края. В общем, видите, я его уже до дыр затерла, поэтому его очень люблю. Вот. И также вот этот вот оттенок очень люблю тоже. Сейчас я им делаю растушевки в складочку. Именно вот этим вот оттеночком. И очень красиво получается макияж. Вот. И третья палетка, которую я вам уже недавно показывала в своих покупочках с путешествия. Кто не видел влог, то обязательно, скажем так, посмотрите, если интересно. Вот так вот выглядят оттенки. Здесь тоже есть парочка матовых оттенков. И, как видите, здесь в основном много розовых оттенков, сиренево-розовых. И также есть вот серо-серо-черные. Вот. Ну, все тени очень красивые цвета. И имеют, и я от них просто в восторге. Это мои самые любимые тени, ну, как бы, для таких красивых макияжей. Вот. И также вот отелье. То есть, это вообще самые мои любимчики. И я рада, что еще третью палетку прикупила. Буду с удовольствием ими пользоваться. Так что, такие вот у меня тенюшки лежат, мои косметички. Дальше здесь у меня бьюти-блендер. Нужно его вымыть, потому что я использовала в макияже. Кстати, вот такая вот коробочка, забавная матрешка в русском стиле. Хотя это я покупала в Таиланде, здесь на острове. Так, дальше здесь у меня еще лежит кисть. Нужно чехольчик уже выбросить. Нужно красивый чехольчик купить, потому что, видите, он у меня весь поломался. И не очень красиво смотрится. Это моя любимая кисть для нанесения пудры или же растушевки. Ну, помимо вот этой вот новой белочки. Я вот полюбила сейчас тоже эту белочку от Real Techniques. А это от Мак у меня кисточка. Тоже всегда лежит в моей косметичке. Так, дальше здесь у меня бронзер. Бронзер. Вот так вот он называется. Паттер боди углов. В общем, это я уже не... Старгейзер. Кажись, Старгейзер. Фирма, да. Точно. У меня здесь стерлось. Я уже затерла его. Он у меня уже второй год. И сейчас я вам покажу, как он выглядит. Он такой, знаете, коричнево. Достаточно пигментированный. И он без рыжего, без режимки, без рыжего такого потона. Он именно коричневый растушевывается. И очень хорошо, кстати, растушевывается. Мне очень нравится для скульптурирования, для прорисовки скол. Так, дальше здесь мои любимые румяна от Пупа. Они у меня упали, и крышечка разбилась. Ну, как бы отбилась. Вот. Вот такой вот оттеночек. Нежно. Такой розовый. Розово-персиковый. И с шиммером, с переливом. Очень красивые. Нужно как-то крышечку. Я не знаю, как ее приделать. Так, дальше здесь у меня моя пудрочка. Тоже любимая. От Ивраше. Очень нежная. Слушайте, одной рукой я не могу открыть. Сейчас, секундочку. Вот так вот она выглядит. Она очень имеет такой, знаете, нежный помол. И когда вы ее наносите, она такой нежной вуалькой ложится на кожу. Нет такого, знаете, что видно ее. Она практически вообще незаметная. Она очень-очень нежная. Такая прям и в руках ее прям так и хочется трогать. И вообще очень легко растушевывается. И нет такого... Ну, как бы ее на лице вообще не видно. И у меня сухая кожа. Я ее использую. И она не подчеркивает шелушений. Так что очень люблю эту пудрочку. Дальше здесь у меня хайлайтер мой любимый от Sleek. Сейчас я вам его открою тоже. Покажу. Вот так вот выглядит хайлайтер. Он достаточно пигментированный. Как можете видеть, здесь очень много разных оттенков. Начинаю от белого, самого светлого. Это потом идет такой сиренево-розовый и коричневый. Вот. Но я в основном использую только вот эти два оттенка. Очень красиво наношу под глазик и на верхнюю часть скулы. И делает он такой, знаете, взгляд более свежий, открытый. Ну, как бы подсвечивает лицо. Кожа так красиво сияет. Делается такой перелив. В общем, главное его не переборщить совсем немножко. Потому что он очень пигментированный. И если слишком много нанесете, то некрасиво будет. Особенно если для фотосессии, то при вспышке будет лицо, как бы, знаете, как жирное. Ну, будет чересчур блестеть. Поэтому не нужно его слишком много наносить. Дальше здесь у меня находятся корректоры. Корректоры для лица. Вот такие вот. Я в основном всегда использую вот этот вот натурально-бежевый. И, кстати говоря, этот корректор один из самых лучших. Мы даже на курсах, когда учились, мы использовали, учились на этих корректорах. Вот. И я их сразу же прикупила. И осталась очень довольна. Вот этот вот оттенок всегда использую. И вообще они очень, знаете, они не сильно плотные. Но, тем не менее, перекрывают какие-то мелкие недостатки кожи. Скрывают красноту. Если у вас красный прыщик, то наносим зелененькое. Потом перекрываем светленьким. И ничего, никакой красноты практически вообще не видно. То есть, корректор очень классный. Я им довольна. И знаю, что в Маке говорят, что хорошие корректора. И Make Up For Ever. Но я тестировала и скажу, что вот эти вот мне ничем не хуже. И очень-очень понравились. Так что я довольна этими корректорами. Так, дальше. Здесь у меня тени для бровей. Сейчас тоже их открою, вам покажу. Вот так выглядит сама палеточка с тенями. Я в основном использую вот этот коричневый. Вообще, я все три оттенка эти смешивала. Вот такая вот очень маленькая, удобная кисточка для нанесения, растушевки. В общем, ну, также я использую, я вам уже показывала палетку Ателье. Поэтому иногда эти, иногда палетку и иногда еще карандаш использую. Я вам сейчас попозже покажу. Тени неплохие, хорошо тушуются, наносятся. Очень удобно брать с собой эту палеточку в путешествии, так как есть зеркальце. Вот, и, кстати говоря, эти тени покупала здесь на острове фирма Джина МакГрей. Очень хорошая корейская, если я не ошибаюсь, косметика. Вот. Так, дальше, что у меня здесь осталось? Что у меня здесь находится? Это тенюшки от Maybelline Color Tattoo 24 часа. Здесь у меня оттеночек, это 70 металлик, бронз вот такой вот красивый. И вот этот вот оттеночек 40, вот такой вот коричневый. И оттеночек 35, тоже вот такой вот коричневый. Вот этот вот оттеночек 40, он матовый, он такой, знаете, коричнево-серый. С таким пепельным подтоном. Я его использую очень часто для прорисовки бровей также. И он очень стойкий, так что блондинкам и руссам я его советую. Советую, так как он действительно очень стойкий оттеней. И особенно для бровей. Вот эти вот очень классно использовать. И дальше здесь у меня база под тени от Urban Decay, которую мне давали в подарочек при покупке теней. Прям внутри положили. Здесь маленькие такие пробнички. Я их немножко использовала, но мне почему-то не понравилось, потому что она скатывалась. То есть на них, когда я наносила тени и растушевывать начинала, то мне показалось, что тени скатались. Поэтому, ну не знаю, буду еще тестировать. Может мне какая-то она, уже знаете, просроченную положили или еще что-то. Может какая-то бракованная. Или же вот попробую новую. Эта новенькую мне положили в подарок. Попробую новую. Если вот эта вот скатывается, а эта нет, значит, то уже плохая база. Буду ее выбрасывать. И также сейчас вам покажу, что находится в этой косметичке. Эта косметичка, я не помню, тоже от какой-то фирмы мне прислали при заказе. И здесь находится моя любимая тушь от Ивраше. Вот такая вот розовенькая. Вам уже много раз показывала. Консилер от Мейкап Ательон. Он у меня уже заканчивается. Тоже очень хороший. Я им всегда его наношу под глазки. Он хорошо высветляет, не скатывается в складочки. Ну, как бы не забивается ничего. Хорошо растушевывается. Дальше здесь у меня прорисовки нижней водной линии глаза. Вот. Так что, думаю, все знают этот карандашик. Дальше здесь у меня бальзам от Maybelline Baby Lips. Обычный бальзам для губ. Ничего такого особенного. Также у меня здесь две помады от Kiko. Они уже позатирались, как можете видеть. Одна такая в бежевом оттенке. Ой, я сейчас, в общем, не буду вам открывать каждую показывать. Одна бежевая и одна сиреневая. Дальше здесь у меня также две помады от MAC. Я вам вот недавно показывала, что прикупила новую помадку от MAC Please Me. Одна у меня в оттенке Please Me и вторая Russian Red. Насыщенно красная. Одна розовая, вторая красная. И также здесь у меня подводка. Черная подводка от Ivra She для глаз. Кстати, очень хорошая, стойкая. Так что могу посоветовать. И также вот такой вот лайнер от фирмы Ninely. Вот, лайнер, фломастер тоже для, ну, как бы подводка. Дальше здесь у меня разные карандаши, в общем, лежат в косметичке. Это карандаш для губ. Сейчас вам так немножко достану и все покажу. Также черный карандаш для глаз. Это также черный карандаш. И вот карандаш для бровей, который я использую со щеточкой. Очень удобно. Сразу подрисовала и сразу же расчесываю и растушевываю бровки. Очень его люблю. Это тоже карандаш от Ivra She в оттенке 505. Да, оттенок 505. Это такой коричнево-пепельный оттенок. Очень хорошо подходит для русоволосых девушек. Ну, вот как цвет у меня. Темно-русый, русый. В общем, идеально мне подошел. Дальше здесь у меня карандашик для губ. От Мак в оттенке Brick. Да, Brick. Это для красной помады. Я его специально покупала. Дальше здесь у меня вот такая вот есть помадка от Inglot. Здесь у меня вот такой вот блеск. Вот фирма Coastal Sands. Вот такой вот нежно-розовенький. Так, у меня сейчас тут все попадает. И здесь у меня много-много разных блесков еще. Так, здесь у меня карандашик от Cascade of Colors. Как можете видеть, я его активнее всего использую. Он очень мягкий. Хорошо очень тушуется, наносится. И вообще в карандашной технике с ним очень хорошо, легко работать. Также у меня здесь лежит карандашик от Evo Roche. Как можете видеть, я его также активно использую. Очень хороший карандашик. Легко тушуется. И как бы хорошие карандаши. Тоже в карандашной технике с ним работать удобно. Дальше здесь у меня блеск нежно-розовенький от Color Me. Также его люблю. Он такой очень-очень нежно-розовый. Единственный минус, цвет у него хороший, но он все-таки липкий. Он липнет на губах, поэтому он мне этим не нравится. И здесь у меня остались очень много разных помад. От Victoria's Secret. Вот такие вот у меня оттенки. Нежно-розовые. В общем, обычные, красные. Вот такие вот у меня цвета. Кстати, вот это вот самое мое любимое. Такое сиренево-розовое. Очень я его тоже люблю. И у них у всех потрясающий аромат. Они все пахнут фруктами, тропическими фруктами. Красиво переливаются на губах. Практически не липнут. Долго держатся. И очень красиво переливаются. У них такой прям шиммер. Обалденные вообще блески. Я их обожаю. Вот это вот коричневенькие. Вообще вот такие вот оттеночки. Вот это вот красный малинкой пахнет. И, кстати, они пахнут у каждого аромата, у каждого блеска свой аромат. Так как они, ну, как бы там по названию и по цвету. Если розовенький, то малиной пахнет. Если красный, то клубничкой. Ну, в общем, вот так вот. Если коричневый, шоколадом пахнет, кажусь, да. И разными там фруктами какими-то тропическими. В общем, очень красивые оттенки. Я их себе много разных купила. Так как эти блески одни из моих самых любимых. И я вот ими только и крашусь. Под настроение выбираю и крашу. Так что у меня здесь еще осталось. Ага, карандашик тоже от Виктории Сигрет. Тоже я его очень активно использовала. И вот у меня он уже заканчивается. Вообще черные карандаши я практически всегда ими подвожу в верхнюю водную ресниц. И также вот ли ресниц прорисовываю, чтобы реснички казались более густыми, как бы гуще. То есть придаю, скажем так, выразительного, более выразительного взгляда с помощью черных карандашиков. Вот. Ну что ж, это все. Ага, здесь еще маленькая, маленький блеск от Urban Decay, который мне тоже давали в подарок при покупке палетки теней. Вот. Ну что-то он мне не сильно понравился. И он тоже как-то скатывался. Поэтому, в общем, я его не использовала. Он у меня так лежит. Скажем так, для красоты. Для того, чтобы был оттенок свой. Все. Косметичка эта пуста. Ну что ж, это все содержимое моей такой большой косметички ежедневной, повседневной. Надеюсь, что вам видео мое понравилось. Если да, то, конечно же, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Вот. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.